18 декабря 2016 года в 19.07-19.06 было ДТП. Я выезжал от управления образования на улицу Киевский шлях в сторону Полтавы на разрешающий сигнал светофора для пешеходов. В меня врезался плыск Александр Иванович, второй виновник ДТП, который проехал на красный сигнал светофора и чуть не сбивший пешеходов. Приехала патрульная полиция. То есть после ДТП было много криков, матов. Свидетели, получается, были свидетель сам пешеход. Потом второй свидетель – это вторая машина, которая следовала за мной, также выезжая из придворовой территории от управления образования, также в сторону Полтавы. После того, как приехали патрульные полиции, начали делать схему. Все оформление схемы ДТП было с 7 вечера, нет, с 19.20 до 10 ночи. Они составили только схему. Это первое. Второе. Протокол на меня и на оппонента по ДТП был составлен только через 8 дней. У них в управлении полиция. Был составлен протокол для плыски Александра Ивановича. Был сразу вынесен статья 124, пункт 873Е. Это проезд на запрещающий сигнал светофора. По мне было только указано статья 124 и КУПАП без пунктов. И дела передали в суд. Я пришел на судовое заседание. Оно продлилось буквально минуты 3. То есть я вошел к нему в кабинет. Он сказал, да, да, я вот тоже не люблю, что люди ездят на красный свет, но вы виноваты, потому что вы выезжали из придворовой территории. И вручил мне постановление. По плыске Александра Ивановича был судовое заседание, был головой суду Вознюком Сергею Михайловичу, если я не ошибаюсь. Суммарно судов было по нему или 5, или 4, или 5, или 6. Я опять-таки не могу, потому что их было суммарно 13 вообще. В общем, были приглашены свидетель-пешеход. Свидетель, который ехал за мной, он не смог приехать, он был в отъезде. Но он дал пояснение патрульным полиции письменное. Также пешеход письменное. Я письменное. Плыска Александра Ивановича письменное. И пассажир Плыски. Тоже письменное. На садовое заседание, на первое садовое заседание, которое вел Вознюк по плыске Александра Ивановича, были приглашены все свидетели, кроме моего водителя, ну, моего свидетеля с моей стороны, который ехал на машине вслед за мной. После чего были приглашены еще и патрульная, патрульная Гавинская, Татьяна, по-моему. Она была приглашена. Были сняты, были в суде рассмотрены все видеоматериалы с нагрудных камер. Также, ну, получается, Вознюк сделал свою работу на 5 с плюсом. По нему он вынес постановление в плане того, что Плыска Александр Иванович полностью неправ. Потому что он проехал на красный сигнал светофора, что и указано в протоколе. После чего я подал свою судовую постанову свою в апелляционную суд. на то, что, аргументированное то, что сам судья не имел права вынести мне постановление, опираясь на протокол, но в котором нет пункта. Какой? Статья 124, пункт 10.2 он мне призначил. То есть он сам изменил фабулу судового процесса. Он должен был отправить на дорассмотрение в отдел патрульной полиции. Но так он не сделал, поэтому вынес. И почему мне и пришлось подавать апелляционную жалобу. Плыска также сделал апелляционную жалобу на то, что Вознюк неправильно все сделал. То есть что он не виноват, что он якобы проезжал на желтый сигнал. Но мы все знаем, что желтый это также запрещающее. Были рассмотрены расстояния, были скоростя. То есть дорога была удовлетворительная. Она была влажной, но удовлетворительной. Тем более скорость его, как он говорил, его было 40 км в час. Но если посмотреть по силе удара и место его остановки после удара, то там будет видно, что там далеко не 40 км. И сигнал сутопора виден очень-очень-очень далеко. Потом были апелляционные суды, да. По мне, когда мое дело рассматривали, судья был Габриэль, по-моему. Я вот не помню, у меня Говоруха или Габриэль. Судья сам удивился, что когда я предоставил протокол с делом, то там не указаны пункты. Он сказал, что он первый раз такое видит. Также в протоколах не были внесены ни один свидетель, кто был. То есть протоколы были изначально с нарушением. В общем, получается, были суды, 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 суды. Всю весну судились. И получилось так, что оба судьи, Габриэль и Говоруха, по двум делам разные. По моему делу я, что мельник неправильно, а тот по вознюку. Но получилось так, что суть, суть самого постановления, двух постановлений, они между собой схожи. И где конкретно полностью я виновен, а плыскать не виновен. Ни по одному делу, ни по другому. Хотя я подавал апелляционную жалобу на то, что мне присудили 10-2, и то, что сам мельник не имел права этого делать. Но получилось так, что в апелляционном суде я полностью проиграл по своему делу, и в апелляционном суде плысков выиграл по своему делу. Оба постановления опирались не на факт того, что у меня нарушение первой инстанции, а у плыски проезд на красный сигнал светофора. А были постановления направлены на то, чтобы на экспертизу, которую предоставил плыск Александр Иванович на двух судебных заседаниях в апелляционных, он предоставил пивонь, неважно, какой-то эксперт пивонь, и получается так, что сначала дела шли каждый в своем русле, то есть в правильном значении, то есть вина плыски, и моя невиновность в плане того, что мельник это сделал, изменил фабулу процесса. И после того, как экспертиза была взята во внимание, все оба процесса, по мне и по плыску, переключились на эту экспертизу, которая доказывала, что я в него въехал, выезжая из дворовой территории. Это в априори не может быть, потому что если бы я в него въехал, я бы задавил пешехода, который в тот момент переходил дорогу. После чего 5 апреля заканчиваются все вот эти суды, я с облегчением уже, ну, все, ну, проиграл и проиграл. Как 3 августа приходит смс-оповещение о том, что меня приглашают в суд. Позывач, плыск Александр Иванович. После всего того, что я наблюдал, после всех судовых заседаний, которые я видел, как просто, ну, не по букве закона, сразу говорю. Там не было буквы закона. Поначалу было, в конце все было так, я уже просто... Он с меня требует моральный и материальный ущерб 120 тысяч гривен. Хотя, если брать во внимание то, что моя страховая ему выплатила ремонт, его страховая мне не выплатила, так как меня полностью сделали виноватым. Машину я сам свою восстанавливал за свой счет. Что еще хочу сказать? Также хочу добавить, что в постановлении апелляционного суда по двум делам Габриэлью и Говорухе, соответственно, по водителю Куликову мне и Александру Ивановичу Плыска, постановление двух судей разных звучит одинаково со смыслом, что я являюсь виновником ДТП, не беря во внимание, что оппонент, соответственно, Плыска Александр Иванович проехал на запрещающий сигнал светофора. Тем самым доказывая и показывая, что буквы закона в данных процессах не было.